Друзья, добро пожаловать на мой канал! Пожалуй, самыми любимыми и самыми интересными для меня являются детективные загадки. Я их просто обожаю разгадывать. Надеюсь, и вы тоже. Для вас я подготовила три интересных, на мой взгляд, загадки. Ну что, начнем? Кто убил ученого? Известный ученый-химик был найден убитым в своей собственной лаборатории. В помещении не нашли никаких улик, за исключением листка бумаги рядом с телом, на котором было перечислено несколько химических элементов. Следователь выяснил, что в день смерти в лабораторию к ученому приходили три человека. Его жена Мэри, племянник Николас и друг Джонатан. Следователь тут же арестовал подозреваемого в убийстве. Как ему это удалось? И кого он арестовал, давайте узнаем. Подсказка была на клочке бумаги, лежавшем рядом с жертвой. Если сложить буквы, обозначающие химические элементы, то получится имя Николас на латинице. Загадка номер два. Серийный убийца. Серийный убийца похищал людей и заставлял их принимать одну из двух таблеток. Первая не приносила вреда, а вторая мгновенно убивала. Оставшуюся таблетку убийца всегда принимал сам. Похищенный проглатывал выбранную таблетку, запивал водой и тут же умирал. А убийца всегда доставалась безвредная таблетка. Почему убийце ни разу не попала с таблеткой с ягодом? Дело в том, что обе таблетки были абсолютно безвредными, а яд был в стакане с водой, предназначенном для жертвы. Дело номер три. Украденное ожерелье. Миссис Смит обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее пропало старинное ожерелье. Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что ни на двери, ни на окнах нет следов взлома, и только одно окно разбито. Внутри дома царил полный беспорядок, а весь ковер был в рязных следах. На следующий день миссис Смит арестовали за мошенничество. Почему? Если бы окно разбили с улицы, в комнате были бы осколки. Осколков нет, значит окно было разбито изнутри. Вероятно, это сделала сама миссис Смит, которая находилась дома. Надеюсь, вам понравилась моя подборка загадок. Если да, палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!